Итак, всем привет, с вами Hardway и сегодня на канале Разглас я бы хотел показать то, как можно пройти 203 этаж зеркала в игре Art of Conquest. Я буду использовать в основном Аврил и Займ Сильф Луков. Если стену провести через Скорпионов, то Скорпион загорается, лучники при этом помогают его добить. В этом этаже лук хорошо убивает пауков, плохо убивает костей скелетов и самое основное повреждение идет при магии Аврил. Аврил в магии стоит там, где ветка, что поджигает и заставляет терять врага жизнь определенный процент. Плюс я использую довольно много бафов для армии, войска и героев. Основные призмы работают как разных рас, так и просто призмы бонусов и бафов, сопроводящие для войск и для ваших героев. По повреждениям здесь в основном дамажит Аврил и дамажит Займ Луки. По скиллам можно посмотреть, что конкретно я делаю в данном видео, ну и плюс-минус копировать. Непосредственно если я начинал, к примеру, кастовать не со стены, а со стужи, то мне просто банально не хватало урона на Аврил. Сам по себе уровень не самый легкий. Буквально бывает так, что не хватает времени просто убить скелетов и они дополнительно стоят и танчат, не умирает. Дракона лучше использовать, конечно, все-таки антинежить. Основная проблема здесь даже не пауки, а нежить. Если у кого-то сильно мешают пауки, то я бы использовал тогда антимага. Единственное, что все-таки лучше будет Оникс. У меня тоже Оникс, но ПВП. С ПВП драконом немного сложновато. Полностью одежду, призмы покажу в видео. Лишние призмы у меня стоят на атаку героев красной камни. Но, честно говоря, фишка не в этом. Фишка в том, что довольно много бафов я использую на этом этаже, чтобы даже без лучников можно было пройти и закрыть. Если посидеть, поиграть, попробовать, немножко поменять строй, и у вас много бафов, есть все призмы, все камни, меняете сильв займы лучников на просто красных целительниц. Сейчас они делают иммунитет к яду и, в принципе, не умирают. Так я тоже пробовал проходить. Тогда можно пройти без потерь. Но я не стал слишком сильно заморачиваться. У меня пару героев таким стройом все равно умирало. И Аврил не всегда хватало сил для того, чтобы дожечь пауков. В принципе, его хватает, если у вас будет питомец, который повышает пробой, он же жиромяс. Здесь видны все скиллы, вся атака и все остальное на героев. Потенциал у Аврил будет максимальным. Ну, по урону сами видите, кто в основном танчил и кто наносил урон. Лучники, да, здесь помогают. Но, повторюсь, если, допустим, делать без лучников, можно использовать именно эту же форму. Только поставить туда жриц. Но при условии, что у вас будут средне-топовые гладиаторы. У меня умирают именно гладиаторы, когда я пытался проходить на без потерь. Строй при этом я не менял. В принципе, у меня все. Сейчас покажу все остатки. Покажу, что у меня по стелле идет. Это будет важно. Здесь стелла путается, поэтому последний лучше ставить, как у меня, вверху. Ну, и кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У меня все. До новых встреч. Всем пока. Продолжение следует...